здравствуйте вы смотрите программу литературная дуэль на канале русский мир меня зовут алексей марков и тема нашей передачи сегодня в ногу со временем эпоха локдаунов и тик тока что ждет театр наши гости директор государственного академического театра имени евгения вахтангова заслуженный работник культуры российской федерации кирилл игоревич крок здравствуйте и автор книги как читать и понимать театр театральный продюсер анастасия вильчи здравствуйте анастасия действительно локдаун это самое популярное слово прошлого 2020 года и это эпоха перемен мы точно куда-то перескочили и театр перескочил в онлайн вопрос надо ли ему туда или вот там ждет смерть давайте обсудим это сегодня в течение нашей программы первый вопрос который я хочу задать вам двоим вот опыт онлайн спектаклей мы уже его имеем и как зрители и как производители насколько он интересен и полезен на ваш взгляд этот опыт действительно в эпоху когда был локдаун мы все сидели по домам интернета и онлайн трансляции это единственное что связывало зрителей театр и поэтому это действительно та ниточка которая не дала нам как бы прервать эту связь продолжать общаться смотреть спектакли и если бы этого не было ну наверно нам было бы совсем всем очень очень трудно тяжело пережить эти нелегкие времена это то что касается первой темы вопрос второе мне кажется эта история все-таки достаточно чужды театру и эта история совершенно не о театре тушь театр именно то искусство которое здесь сегодня и сейчас никакая камера никакие 6 pts 6 камеры самый прекрасный монтаж великолепное наложение звука выставленный свет не заменит нам живого общения да собственно и театр отличается от всех других видов искусств что это может происходить только в двух случаях когда на сцене артист а в зале публика вот когда двух этих субстанций нету это уже не театр все остальное это что-то это что-то другое поэтому мне кажется уповать вот в эту сторону и говорить о том что это наше будущее что это очень интересное какое-то развитие театра и перетекание его в какое-то новое состояние творческой организационной и так далее мне кажется совершенно неправильно это нужно воспринимать как вот дань времени туши случился и у на стране вот этот пандемии этот коронавирус и вот это помогло остаться нам вместе и не более того это вот изнутри анастасия со стороны ну я как театральный критик в том числе да не только продюсер который выпустил книгу о театре и много очень смотрел то есть у меня были годы когда я смотрела 5 спектаклей в неделю это было нормально конечно это было давно а ну там 10-5 лет назад в таком графике существуя ты становишься в отличие от зрителя насмотренным и соответственно критикам зависимым зависимым тоже да я с вами согласна что не могут смотреть критики часто чем пользовались когда вынуждены пользоваться это например я не могу съездить в австрию или слетать да я могу посмотреть запись спектакля или идет золотая маска и не все театры могут приехать или ты не можешь добраться не знаю мадагаскар какой-то перебью потому что это скорее всего была однокамерная съемка и это не тот опыт вот этих онлайн спектакль о которых мы говорим я в свою очередь перебью меня не договорила и такие записи конечно да можем культурно перебивая друг друга а значит эти записи любого качества иногда спасают от того что ты не можешь физически там быть но и в любом случае мой личный опыт говорит о том что впечатления будут другими абсолютно другими у меня есть опыт когда я смотрела спектакли снятые хорошо те которые я видела живьем я вам хочу сказать что умирает практически все то есть я с холодным носом если можно так выразиться смотрю на то же что меня трогала иногда до глубины души когда я сидела в зале и это не работает вот на меня это не работает опять же я полемизировала с рядом коллег ну в рамках тоже так скажем не дуэли вот кому-то кто-то довольствуется съемкой кто-то говорит что ему не мешает абсолютно вот это если съемка хорошая то ему не мешает воспринимать это искусство но я согласна с кирилл игоревичем здесь абсолютно что театр это именно то искусство которое рождает живой актер и живые зрители в зале и вот на стыке этих двух столкновений как раз рождается то что мы люди театра полюбили однажды любим и это то что нас заразило этим искусством получается опыт онлайн спектакль полезен только тем что мы поняли что нам нужно чтобы были зрители все это происходило я думаю мы это и понимали я думаю все это так прекрасно понимаешь театр это часть нашей жизни и те люди кто ходит в театр не могут жить без без этого искусства и даже те кто раз в год ходят тоже не могут жить без этого искусства и лишний раз нам это еще все доказала что без театра нам жить всем очень плохо и получается что несмотря на вот этот сложнейший год 2020 и на все ограничения я так посмотрел что театр мини вахтангу остается самым посещаемым театром как это вам удается несмотря на то что на самом деле я на этот год смотрю с очень большой долей расстройства из так можно сказать потому что вот у меня есть официальные наши цифры то я вам так скажу наши доходы от продажи билетов упали на 40 процентов по сравнению с 19-м годом мы сыграли меньше спектаклей на 33 процента а зрителей стало почти на 52 процента меньше это из-за вот разряда что произошло во время пандемии с театром вахтангова но это поэтому сегодня вообще мне кажется совершенно вот по итогам двадцатого года говорить какой театр самый посещаемые менее самопосещаемый мне кажется вообще некорректно вот я вам привел цифру насколько упала в среднем отрасль культуры из-за пандемии да безусловно мы играли спектакли до 17 марта мы стали играть сентября как открыли театральный сезон и делали это для себя в обычном режиме когда играли по 23 какие-то дней по шесть-семь спектакли там когда и мы говорим о пятницу субботу воскресенье на всех наших шести сценах но такого количества замен отмен болезни вводов в текущий репертуар как произошло осенью двадцатого года и зимой двадцатого года я на своей памяти вообще не помню я вам скажу так что если у нас за год нормальный было четыре пять отмена или замена спектакля мы в театре это воспринимали как вселенскую катастрофу и не знали как нам извиниться перед публикой перед зрителями то сегодняшние реалии время нет просто пришло как бы в норму что можно идти на один спектакль а за два часа прийти совершенно в театру на другой и что ты идешь на определенный состав актеров а будет играть другой актер потому что не то что там театр что-то химичен а то что просто все люди и актеры в том числе болеют в том числе этим ковидом сегодня вот я могу вам сказать что театр вахтангу нас шесть человек с ковидом это я имею ввиду всего состава театра не только мы желаем здоровья чтобы они до быстрее вернулись на сцену потому что для актера это важно очень тяжело так же как и для критика тяжело не смотреть спектакли актеру очень тяжело не играть если какие-то рекомендации по поводу того как смотреть онлайн спектакль очевидно что они как-то останутся в каком-то виде ну я очень надеюсь что все это закончится рано или поздно я оптимист по жизни поэтому я думаю что те кто любит театр придут в театр не надо себя приучать к онлайн спектаклям то что в театрах есть в каждых спектаклях ну во многих спектаклях вкрапления какие-то видеоряды или что-то еще это можно обсуждать отдельно это данность на сегодняшнего дня но это ни в коей мере не призыв смотреть онлайн нет я думаю что зрители театральных зрителей которые любят театрал и любят театрах и не надо призывать первое что сделали все мои знакомые те кто любит театр они купили билет как только можно было купить они планируют обычно за полгода до театр вактангу нужно заранее планировать поход потому что билетов не будет вот и люди которые хотели они рискуя иногда и боясь иногда правда да они в масках смотрят спектакли но они счастливы надо видеть те залы я вот уже успела в январе побывать в одном из театров когда 50 процентов зала и когда 25 процентов зала но вы видели бы в фойе эти счастливые лица зрителей которые пришли несмотря на маски перчатки и они счастливы потому что им не хватает этого и не хватало этого искусства их не надо призывать скорее можно говорить о том что те кто еще не дошел театр сходите влюбитесь ну как-то так моя собственно книга об этом для тех неофитов которые даже хочу вас анастасия дополнить что пример театр вактангова мы уже лет наверное даже не помню сколько 6 или 7 мы у себя на сайте проводим всегда онлайн трансляции у нас установлены три камеры в зале и ты купив по интернету специальный электронный код может в течение 24 часов от 7 вечера по москве когда начинается на арбате в нашем доме спектакль ввести этот код почему 24 часа тушь страна на мир мир огромен и ты в удобное время можешь посмотреть можешь вместе с нами смотреть доска москвы и так далее так вот статистика за этих 7 лет сюда люди покупают эти билеты но сказать что это какое-то массовое явление причем этими тремя камерами ты можешь переключать есть в этом какой-то как бы ческале интерактив игра камер с конца зала сбоку крупнее меньше то есть еще можно с этим что-то поделать прямо это было до двадцатого года это вы раньше начали это был у нас уже лет шесть тому назад так вот вся наша статистика продаж вот этих пин-кодов на эти просмотры но это смешные цифры это не более там 40 билетов в месяц вот о чем мы с вами и говорим и если посмотреть по айпи адресам откуда эти люди к нам на сайт зашли и купили это все или там условно израиль америка канада австралия германия и российская провинция москва питер и вот ближайший какая-то средняя россия люди предпочитают лучше мы приедем в москву я дознаю миллион людей наших зрителей которые специально покупают билет приезжают москву останавливаются в каком-то отеле и приходят вечером театр вот я вас слушаю получается что не как локдаун и вся эта ситуация не изменит театр да ничего не поменяется мы просто отскать за скотчем назад и вернемся да вы еще поймите одну такую вещь лукавый вот когда все стали извините 30 этими цифрами что у нас столько просмотров там особенно один музыкальный театр этим а у нас это отличается столько просмотров там миллионы людей не посмотрели слушайте это так низ это мне так смешно это же не мы не монетизация этого процесса а это извините тупо считает компьютер я тыкнул мышкой на секунду зашел в это окно компьютер читал меня как пользователя досмотрел я до конца эту оперу или балет не досмотрел посмотрел это все такая лукавая гнилая статистика и вот это гордиться вот этим что у нас бесплатно смотрят спектакли там сколько-то тысяч человек и бить себя в грудь как популярны это не та популярность популярность вы меня извините когда я пришел и купил билет свои деньги и пришел и пришел и пришел в театр вот это популярно а это тыкнуть извините мышкой там на ссылку активную трансляции это и бесплатно там что-то посмотреть то выключить а компьютер меня посчитал как очередную тысячу это все лукавая статистика лукавые это все вообще это это все очень плохая история с моей точки зрения хочу добавить были тех вот руки наших столичных я столичных прежде всего театра говорю кто заявлял и говорил что мы не будем вообще показывать онлайн да и мы тоже некоторые спектакли мы отказались показывать и мы показывали некоторые спектакли в основном из архива театра а потом извините есть еще другая серьезная проблема авторские права которые связаны с показом их у нас на многие спектакли нету а попробуйте их очистите при той ситуации тоскно рынка да сегодня авторским правами и работой с театром никто не никто вообще стране практически не занимается с не брать какие-то пресловутые о агенты театральной полукриминальной структуры то извините плюс мы говорили об этом до начала съемок это тоже важная вещь качество съемки спектакля вот те люди которые немножечко понимают в телевидении да я немного работала поэтому я понимаю что три камеры это минимум чтобы снять хорошую картинку для театра три камеры даже мало мало и иногда снимают ну это называется птс да люди знают там 6 камер вот это уже хорошо это что-то сродни теле спектаклю когда вот такая идет съемка когда ты можешь взять крупный план средний а на сцене происходит иногда в нескольких местах действия плюс ты можешь показать там актрису и актера одновременно и потом это смонтировать же нужно так а для монтажа нужен режиссер да причем режиссер желательно того же спектакля потому что ракурсы которые выбирает режиссер обычно не связаны со спектаклем они могут быть не главными ну то есть не не тот момент выбран и все и у вас поплыла картинка я как вот критик досмотрящий на спектакль знакомы мне я например понимаю что в этот момент надо смотреть в левый угол дальней сцены а мне показывают крупный план актера на переднем плане и здесь я не увижу чего-то то есть она общем плане показывать весь спектакль но это немножечко тоже не совсем то что видит зритель вот здесь вот этот расфокус важен важно количество камер а количество камер это цена съемки которая никогда никем не закладывается страта театра здесь тоже мне менеджеры покивают наверняка что театру нужно еще сейчас тогда думать о том чтобы конечно это очень важно качество того материала который мы показываем тушь порой то что мы видели вот в эпоху этого локдауна как мы говорим но это знаете вот иногда просто хотелось бы ребят вообще ничего не показывать не надо ничего вот чем вот такое это знает такой антитеатр вот иногда ты это видишь думаешь и вот на это надо идти вот вот это так сделано так показано так снято слушайте вот лучше не надо а есть кто-то из театров вот за кем вы например наблюдали анастасия кто воспользовался этой ситуации вырвался или получил себе новых зрителей или просто тех кто узнал об этом театре вот с помощью трансляции онлайн честно говоря я не знаю таких примеров скорее я могу сказать наверное о том что есть театры у которых уже были сняты вот например вахтанговый театр как они это делали уже практиковали были отсняты в хорошем качестве спектаклей мы театр фоменко да их просто показали хорошем качестве но я хочу сказать что такая есть но борьба своего рода да за зрителя театрального потому что это все равно небольшой процент от населения те кто любит театр и каждый новый зритель пришедших театр это надо его беда беда большая и еще что важно он пришел один раз надо чтобы он еще раз пришел и остался с вами и не ушел вот плохой как некачественная съемка вы просто сразу убиваете на каждом потенциальном сейчас посмотрел что-то там кто-то ходит что-то говорит непонятно какого качества еще если это замирает или подвисает или думал вен каком он смотрит там до вай-фай него барахли то просто и все и он не понял собственно то о чем мы поем ему я вообще знаете я хочу вас тоже перебить мы в этом в эпоху локдауна мы были вынуждены что проводим закрытие сезона эта идея римаса туменса она так прижилась театра она живет уже у нас 10 лет и мы в крайне спектакли театральном сезоне обычно это конец июня начало июля мы всегда вместе с зрителями с публиками все артисты выходят на улицу где параллельно спектаклем зале идет какое-то уличное представление силами артистов на улице особенно для всех свободно бесплатный и так далее в конце спектакля и зрители зала и актеры кто играл спектакли все соединяются вместе на арбате а фасадом здания театра и вот такой у нас всегда проходит праздник с салютом с фейерверками так далее но в этом году естественных этих праздников не было и мы попробовали дали задание одному нашему молодому режиссеру владимиру бильдияну молодым артистам перенести это в онлайн вот я хочу как раз дополнить настю чтобы все понимали 15-минутный ролик о закрытии сезона они снимали почти шесть часов шестью камерами сами ребята потом это монтировали накладывали стереозвучание как получилось можно увидеть у нас на сайте получилось здорово но вот я просто говорю это вот чтобы получилось какая степень трудозатрат времени финансов нужно чтобы это сделать качественно то есть это нельзя прийти в театр поставить камеры и снять это это все такая немножечко найти самодеятельной истории они такого ощущения что театр притормаживает что время меняется и появляются зрители которые готовы смотреть онлайн и и много и вот вот в том виде в котором она есть а мы просто не хотим но опять же статистика есть история но я не знаю вы знаете что значит театр притормаживает театр вот создан вот так до нас древние греции много-много веков назад знаете и к те кому притормаживают ну пускай идут сядут в скоростную машину поедут по москве пока покатаются ветерком я бы про тик ток и про соцсети про скорости то есть скорость потребления контента вы знаете сегодня я не знаю ни одного театра там не регионального не московского кого нет соцсетях я практически не знаю ни одного театра у кого нет своего код там youtube-канал или каких-то каналов где можно открыть записи спектакль пожалуйста это это делай но подменять театр чем-то другим это делать нельзя соцсети для рекламы скорее для привлечения за аудиторию решили туда где ему вот это искусство покажет пожалуйста ну тик ток и инстаграм и фейсбук все работая при службах нескольких театрах я с этим сталкивалась я это вела вела те же соцсети это привлечение аудитории но вот когда мы привлекаем аудитории говорим идите и они идут здесь мы должны показать то что мы в театре показываем не куда-то их приводить хотя но я понимаю наверное есть еще одна тема но она не связана с онлайном скорее а с разными видами новыми формами видами театра в принципе это отдельная тема не можно говорить отдельно на большая что театр меняется да значит притормаживает я не согласна вряд ли притормаживает но возможно кто-то не будет открывать онлайн такие комнаты где кто-то может посмотреть я считаю что все хорошо то есть пусть если зритель живет магадане условные перми там и хочет посмотреть спектакль театра вахтанга замечательно что у него есть такая возможность то есть он посмотрит но я уверена что если ему что-то там понравится то при первом же визите в москву он попробует купить туда билет да да это вот эта цель это мы же не отрицаем что это вообще это хорошо ягу мы это сделали еще шесть лет тому таскать назад когда никто это еще вообще не делал что в реаль в режиме реального времени 24 часа так сказать отложенного просмотра пожалуйста купил и смотри вот мы же не говорим что это нельзя делать это не нужно это чуждо мы говорим что это должно быть но это выносить как основную деятельность театра ведь вот теперь мы все рванули туда это неправильно то есть вы не забираете артистов и не говорите всем в тик ток нет конечно какой тик ток как вы к этому относитесь к тик ток вы видите его будущее и его связь с театром вы знаете и мы пока нет мы туда пока не заходим в этот тик ток туши все-таки точи какая-то такая молодежная таскать и совершенно аудитории эти и тинейджерская у меня есть такая такое ощущение что наверное это аудитория вместе с взрослением сегодняшних там 13-летних 14 летних может быть это сеть там через лет пять станет какой-то более так сказать осмысленный я вам скажу так ну вот мы ведем все сети в театре и для нас это вполне достаточно самом деле это столько отнимает времени столько отнимает сил так я сам целый отдел что я не одел у нас один человек идет найти тоже давайте не сходить с ума до дела управления ты я знаю один московский театр где там одни департаменты создана ничего не происходит мы не будем а грустно вот мы с кириллом игоревичем еще не читали вашу книгу но она есть театре вахтанга у вас на у есть у прислужбы вы первый театр который эту книгу получили потому что редактор мой замечательный редактор это знаете вот когда идет реклама какой-то шоколадной сладости не помню какой тогда вот мой редактор девушка я вот сейчас скажу хочу сказать наталья мой редактор соломадина она была в театре вахтангова на новогодних каникулах смотрела маскарад и подарила книгу театру то есть первый театр где она есть в серединочке какой театр на обложку здесь никакой специально на самом деле это даже европейский театр я сразу сказала что это наверное может быть мы же о москве говорим книга скорее для тех кто хотел бы вот я ее так позиционирую для неофитов для тех кто или не знает как начать досмотреть театр или хотел бы углубиться немножечко и понять самому то есть вот за то время что я больше десяти лет уже занимаюсь театром работаю так или иначе в театре или с театрами вопрос самый частый моих друзей любых знакомых когда ты говоришь в театре ой скажи что посмотреть вот это я понимаю вопрос попытка ну это на самом деле как читать и понимать это серия в которой которая выпускает издательство ст и мы оставили название как читать и понимать там есть импрессионизм гогена что-то еще вот театр это первая попытка поговорить о тех живых о живом о живом собственно интенсивный курс это более точная характеристика книги то есть это своего рода лекции или беседы о театре так скажем начало потому что конечно невозможно у меня самая главная проблема была когда мне предложили сделать такую книгу кого включить кого оставить и как выбрать те спектакли которые войду очень обидеть конечно те кто меня сейчас видят и слышит я готова ко второй части вот если издательство позволит это первая попытка я понимаю что кто-то не согласится и с тем что как я это вижу все-таки это авторская работа да и что я выбрала и в том числе может быть и театры не совсем согласятся но это авторский взгляд это нормально мне кажется для начала разговора но это все равно сделано с любовью большой любовью для зрителей которые хотят сами понимать на что пойти в театр вот чтобы понимать самим да здесь есть одна такая интересная задумка которую мне помогла сделать художник здесь серединке где-то вот есть такая схема куда пойти в театр и вот этот мой взгляд да на этот вопрос и ответ здесь зашифрован в этой схемке поэтому покупайте во всех уже книжных магазинах и на порталах книга появилась вот с января и здесь есть зашифрованный ответ что не пропустить на что обратить внимание и не не разочароваться в общем когда ты сидишь на спектакле и встают иногда с криками уходят зрители вы просто не на тех режиссеров ходить я часто хожу театр вахтанга может быть реже знаете предпочтение зрителей очень разные и вообще это нормально если кому-то спектакль не понравился в общем да это не тульский пряник у которого задача всем быть чаще задача вообще не нравится слой а понимаете проанализировать понять твой театр твой режиссер твоя это эстетика не твоя и это нормально когда до 10 процентов зала могут уйти в антракте вот когда больше это намного уже серьезный звоночек для театра вот а вы мониторите я это очень жестко мониторю всегда вот и так сказать даже те кто уходит вот мы даже так сказать проводили опрос те кто уходит это не знает что им не понравилось как случилось что-то дома кому-то позвонили вот какие-то обстоятельства кто-то что-то забыл и так далее кого-то кто-то плохо себя почувствовал и так далее то есть если человек ушел это не значит что ему не понравилось и опять-таки не может театр понравится всем это не должен он не должен не обязан давайте это нормальное состояние творчество искусства она всегда эксклюзивно и любой взгляд любого зрителя он всегда индивидуален на тот продукт который на и на тот спектакль который сегодня мы предлагают но опять же не нужно быть пряником но чтобы вот исключить мне так жалко зрители которые ходят причем уходят некрасиво возмущаясь или там у меня был была ситуация и книги описываю когда меня попросили посоветовать я раньше советовала на заре своей деятельности театрами потом перестала и это собственно книга попытка ответить на этот вопрос но это только попытка невозможно ответить на этот вопрос потому что как сказал кирилл игоревич каждый человек индивидуален и он выберет то что ему ближе но для этого надо ходить и смотреть и иногда ну да не мое не мой режиссер не анима и не моя эстетика может быть может быть все что угодно не мое но любого и настроение абсолютно я пришел не в том состоянии уставшие после работы с кем-то что-то поругался по производственной части все накладывает определенный отпечаток кто-то позвонил что-то сказал прочел негативную новость эти даже все идет через восприятие через сердце через душу человека мы же апеллируем вот к этим понятиям поэтому о живом театре вот мы начали тему да почему театр живым должен оставаться и быть это живое он затрагивает именно эмоции и чувства он работает с этим театром работает даже неподходящее слово а затрагивая то что у человека внутри он соответственно конечно приводит иногда его чувства в действие эти чувства могут быть разными это может быть боль трагедия какая-то грусть и этот замечательный театр спектакль может в принципе рассчитывать на то чтобы выскать у человека грусть но вот эта моя схема она немножко шутливая конечно не надо его принимать серьезно она позволит кому-то понять что нужно знать чтобы не разочароваться точно потому что ну вот это как бы человек потратил деньги это кстати дорогое удовольствие нынче до пришел с семьей соответственно умножьте на два билеты хотел отдохнуть и как там актеры мне вторят потому что я успела опросить нескольких актеров и даже ряд худруков в книге дают интервью это интересный взгляд они все говорят о разном но в принципе из этого как раскладывается картинка интересная любопытная человек все-таки наверное должен посмотреть на фамилии режиссера и немножечко понимать или название пьесы знать потому что некоторые приходят знаете это так иногда весело слушать и я завела отдельную рубрику разговоры в зале потому что да когда сзади тебя говорят а это гамлет это правда гамлет нила а я ничего не поняла да да а кто здесь кто чего играет а почему он так или мужчина стаж ты куда меня привела да и зачем все это нужно вот эти моменты они с одной стороны смешные мы конечно над ними улыбаемся мы люди театра но они же о том о чем вот собственно немножечко если вы захотите полюбопытствовать да у вас потом не будет разочарования и еще есть одна очень важная мне кажется задача театра при формировании репертуарной политики учитывать разные абсолютно вкусы и требования зрителей по пойти и те только те театры которые разумно с моей точки зрения формируют свою афишу для разного контингента публики выигрывают поэтому не только про возраст говорим не только про возра при а при разные эстетические вкусовые предпочтения поэтому нас очень органично уживается в афише дяди вани римса тумаса бег юрия бутусова мадемуазель не тушь иванова соломенная шляпка михаила стренька наш класс где порой даже чеку скорую мы вызываем то уж такое сильное воздействие спектакля оказывает на зрителей где играют только молодые артисты и баба шанель николай коледы вот такое разно разное вкусовое предложение которое сегодня существует в афише театра вахтангла обеспечить тот самый успех о котором вот вы и вы косвенно так или иначе говорили когда меня спрашивают как вам это удается но вот я все время повторяю одну и ту же фразу понимаете нельзя жизни в театре 24 часа плакать и 24 часа смеяться все нужно в этой жизни и в театре очень разумно сочетать я уверен что те люди которые там условно пришли на мадемуазель не тушь первый раз в театр на легкую оперетку с участием блистательной актрисы и даже можно сказать большое сегодня российской актрисы мария ароновой завтра обязательно придут на дядю ваню то что они придут в театр как слушай а это не страшно это не больно я там че я думал там приду уснула там так хорошо было я так включилась мне так было плохо давай еще раз ходим и вот это тоже очень важная функциональная составляющая театр вот через это для людей открыть театр пригласить их к сотрудничеству размышлению а если мы будем сразу ходить и бить кому-то поголовину слушать а если вы не будете задействовать молодую аудиторию например которая в тик-ток и очень большая нет ли ощущения что вы потеряете какое-то поколение или два зрителей но знаете мне кажется задействовать молодой поколение надо не через тик-ток знаете если ребенок как вот я пример у меня мама водила каждую неделю в театр вот тоже самое это результат зашло да понимаете поэтому а в любом театре должен быть обязательно детский репертуар мы должны воспитывать своего нового современного зрителя не через тик-ток я убежден а через детские спектакли делать эту прививку ребенку с его детства ну вот я совсем немного смотрю тик-ток потому что меня дети постят видео туда и я вынужден просматривать это мне показывают и в какой-то момент мне стало интересно я начал изучать понял что там не только танцы песни и так далее и я вот понимаю что те люди которые погружены туда молодежь если они придут на условную полианну какой-нибудь им будет неинтересно понимаете это вопрос с чего мы начинаем знакомство с театром это вот как раз то что вы сказали конечно же каждый свой визит но нужно не только опираться шея где-то слышал дашки зайти в интернет почитать отзывы да так сказать посмотреть на сайте театра посмотреть кто этот режиссер кто автор что за пьеса и так далее и тому подобное то есть сюда конечно мы все-таки все мы гима театр что это искусство элитарное и мы рассчитываем на все таки хоть как-то подготовленного зрителя то есть мы театр мы не должны развивать пьесу и ему объяснить все от и до что хотел сказать автор мы должны дать понимание каких-то жизненных ориентиров а дальше чек должен в них сориентироваться сам это совпадает с тем что инструкции которые это совпадает с тем что говорю я с тем что говорят мои приглашенные интервью интервьюируемые гости но в защиту тик тока два слова хочу сказать что смотрите я застала времена когда был только живой журнал я начинала писать же же до появился фейсбук мы перешли плавно фейсбук появился инстаграм вконтакте параллельно да кто-то выбирает вконтакте кто-то фейсбук да ну немножечко но не так прогремился одноклассники одноклассники мы тоже да мы используют эту площадку для рекламы но а во первых тик ток недавно появился во вторых это действительно молодежная аудитория с этим никто не будет спорить его инстаграм возник как картинка да ну что картинка и мало текста да картинка и мало текста теперь у молодежи им хочет видео видео и еще меньше текста или вы его не нужно в видео и текст в самом видео или видео или такое клипа вот клиповое мышление часто говорят когда ставят рядом на самом деле знаете с моей точки зрения так такое оболванивали людей знаете вот даже этот инстаграм мы правильно сказали картинка и мало текста. Если в Фейсбуке ты хотя бы делаешь какие-то усилия, чтобы написать этот текст, проверить его без ошибок, посмотреть правильно, поставил вообще такой знак, запятая, многоточие, как-то слова сложить вместе, чтобы это было читаемо. И все-таки он тебя заставляет как-то произвести какую-нибудь интеллектуальную деятельность, то Инстаграм уже отошел от просто диафразы, красивая картинка, на которой ты можешь собрать, я не знаю, сколько тысяч этих лайков. Понимаете, а тикток это еще страшнее. А тикток, ну я бы не сказала, возможно, что это страшнее, но это видеоконтент, да, и почему он молодежи ближе? Потому что им так удобнее общаться. Я думаю, что... Клиповое мышление в Украинской. Да, да, но это близко, поэтому часто говорят... У меня есть вопрос про клиповое мышление, но мне казалось, что мы его проскочили, но нет. Ну я вот вернувшись к этой теме, опять же, в защиту тиктока, я думаю, что во-первых, Кирилл Игоревич прав, немножко подрастет это поколение, оно там останется, если в тиктоке, то зачем туда идти, да, вот в тикток, за аудиторией, да, если нам нужна эта аудитория, мы пойдем туда в тикток... Воспринимаем его как диджитал афишу. Конечно, но это тоже, это единственное средство рекламы, себя или твоего продукта. У театра продукт это спектакль. Мы, если захотим эту аудиторию, мы пойдем в тикток и пригласим эту аудиторию к нам. Пойдется идти в тикток. Я думаю, что возможно. Возможно, что этот человек, который ведет соцсети, скоро будет вести тикток. Ну почему не? Пойдем. Время подскажет. Да, время подскажет. Пойдем мы совершенно... Я думаю, что вполне. Чтобы было понятно, я не какой-то там нет, мы туда не пойдем никогда. Слушайте, пойдем, но пускай это сети, да, все-таки... Сеть разовьется, да, и необходимость будет об инстаграме несколько лет назад никто не слышал. Вообще никто не понимал и вот на курсах СММ, да, они прям скажут пошагово и погодово. Я не помню, я не фиксировала эти даты. Но не было инстаграма, не нужно было. Не было тиктока. Сейчас уже есть запрос у СММщиков тикток вести. Я вижу это. То есть я вижу, что появляются, да, добавляя. Фейсбук, Вконтакте, Инстаграм, теперь уже... Поэтому, если надо, конечно. Да, есть еще то, что изменилось в рекламе, которую дают театры. Человек, который... Я был связан именно с рекламой, с пиаром театров. Мне это тоже заметно, как изменились, как у многих театров. Этого не было еще, наверное, лет пять назад ни у кого. Или там единичные случаи. Делают же трейлеры теперь. То есть театры выпускают трейлеры спектакля. Обязательно, обязательно. Вот, это стало нормой. Никто уже не удивляется, как у вас нет. Ну, есть афиша, она всегда была, да. Вот афиша, пожалуйста, трейлер, это что? Абсолютно. Это готовый ролик. Рекламный ролик, если говорить по-русски. Очень краткий рекламный ролик, чтобы составить себе там за 2-3 минуты представление, что ты увидишь, и кто там занят, и что вообще будет. И они есть у всех. Хотя бы жанровые. Да, жанровые эстетические. Я хочу сказать аудитории, пожалуйста. Театры вкладывают много сил, много средств, людских ресурсов, чтобы снять, сделать и вам показать. Все это есть на сайтах театров. Я об этом пишу в книге. Заходите туда. Перед тем, как пойти и посмотреть, вам даже ролики сняли, смонтировали. Все, вам рассказали все. Вам только нужно желание это узнать. Да, наверное, часть зрителей вообще не знает, что у театров есть сайты. Они думают, что это здание. Это красота же. Там просто есть все, что вы захотите. Вся информация об истории или афишах. По-моему, сейчас все знают, что у любой компании, у любого человека может быть свой сайт. А если еще какой-то компании, чек-бренд, он что-то производит, значит, обязательно есть свой сайт. Если не знают, но узнают. Давайте поговорим о иммерсивных спектаклях. Они как-то появились, и локдаун, мне кажется, их убил окончательно. Театр Вахтангова, по-моему, вообще не прыгал, не запрыгивал в эту сторону. Вы знаете... Ну, странно, театр драматический. Будет заходить вот в эту историю. Мы были, когда на гастролях, мы пошли на самый известный в Нью-Йорке иммерсивный спектакль, который, значит, на заброшенном заводе. Ну, я не знаю. Для меня это не театр. Для меня это какая-то такая вот история, прогулка в темных комнатах. Там где-то кто-то лежит в ванне в луже крови, где звучит какая-то музыка, какие-то, как будто летают какие-то ночные птицы. Ну, кому это нравится? Ну, ради бога. Для меня это вот, для меня это не впечатление, это вообще не театр. Это что-то еще, что имеет право абсолютно существовать. Но это скорее искусство на стыке. Я здесь сгивну и скажу, что у театра Вахтангова, если я не ошибаюсь, 7 сцен или 5? 6. Вот я между, видите, ошиблась. Хотя в книге это есть информация, я ее уточняла. То есть, имея 6 сцен, выпустить, оснастить их спектаклями достойными, это такая большая работа, огромная, что, в принципе, куда еще иммерсивные спектакли, да, и зачем? То есть, если у вас есть сцена, вы должны работать в предлагаемых обстоятельствах. Это новая, вот, лень от того, о чем я говорила, это достойно отдельной программы, скорее. Но тогда, наверное, с другими спикерами, кто делает эту работу, пожалуйста. Ну, это, во-первых, это, да, это на стыке театра и перформанса, или другого вида искусства, вот, имеет место быть. А во-вторых, если есть запрос, у зрителя он будет, то это будет развиваться, конечно. Нет, это имеет право быть, и это, наверное, кому-то очень интересно. Ну, просто, как бы, если вы спросите, мое все-таки личное, оценочное мнение, ну, нет, я бы сходил с удовольствием, но сказать, что я пойду куда-то ищу, да нет. И в театре Вахтангово делать не будет. Ну, вот, я даже думал, я предполагал, что вы мне зададите этот вопрос. Я всегда думал, а как мне ответить на этот вопрос? Да. Я, кстати, очень правильно ответила. Для иммерсийного театра нужно какое-то полуразрушенное арт-хаусное пространство. Вот когда оно появится? Вот у нас, слава богу, ни одного разрушенного пространства нет. У нас все отремонтировано, с иголочки оснащено, и, извините, прекрасно работает. Вот уже для этого иммерсийного театра нужно определенное пространство. Я специально сказал, что в Америке это шестиэтажное здание заброшено какой-то фабрике. И вот там вот это все происходит. Ну, это история, скорее, театра или продюсерского есть у нас такие, да? Это не драматический театр, который муниципального или федерального подчинения. То есть театр Вахтангово другой, то есть он изначально по-другому предлагает себя. Таких большинство театров у нас в стране, да? Но есть те, кто или собирается как проект и показывает что-то, или арендует сцену. Это можно по-разному называть. Пусть это тоже будет театром названо, и пусть оно будет. А потом еще есть одна вещь. Я всегда говорю, а зачем нам отнимать хлеб у тех людей, кто это в стране развивает? Не пускай они этим занимаются. У них это получается хорошо, у них есть опыт, знания, навыки, компетенции. Слава богу, у нас они в другом, они в другой плоскости. Но зачем же мы будем это отбрасывать и идти просто, что называется, со знами, потому что это модно? Слушайте, ну и модно это не всегда есть хорошо. Возможно, появится какой-то театр, который будет делать только онлайн-спектакли. Слава богу. И не пускать к себе зрителей. Может быть, может быть. Если получится хорошо, только рады будем. Будут номинированы на какой-то эксперимент. Есть такая номинация в «Золотой маске» даже, поэтому почему нет. Они, кстати, всегда в поисках того, кого бы номинировать в эксперименте. Ну и отлично. Я в целом и предполагал, что у нас не получится дуэли. То есть драки не получилось и хорошо, потому что мы все, по сути, едины в одном. Что театру вроде как в онлайн не особо и нужно быть театру там, но только если в виде афиш. Правильно я понимаю? Да, безусловно. Да. Тогда для того, чтобы завершить нашу передачу, я вам даю последнее слово. Вот все, что вы хотите по этому поводу. Сказать зрителям передачи, зрителям, которые могут прийти в театр, смотреть что-то. Скажите, пожалуйста, буквально несколько предложений, чем вы хотели завершить эту программу. Я буду краткой. Купите билет, сходите в театр. Отличная идея. Я буду очень тоже кратким. Я скажу только одно. Уважаемые наши дорогие зрители, любите наш дом на Арбате, адрес Москва, Арбат 26, так же, как любим его мы, те, кто служит в этом доме. Мы всегда вам рады, ценим вас, любим. Приходите к нам. Будем очень рады. Это была литературная дуэль. До встречи, дорогие друзья. Субтитры создавал DimaTorzok